Здорово, народ! Новостей сегодня будет не так много, как обычно, но давайте на чистоту. Всё самое интересное мы с вами уже обсудили, то есть презентации Apple и Google. Поэтому из оставшихся новостей нам либо нужно рассказывать вообще всё подряд, либо смириться с тем, что выпуск сегодня будет небольшим. Мне кажется, второй вариант правильнее. Сегодня в разогрев попали новости, которые совсем чуть-чуть не дотягивают до того, чтобы попасть в рубрику «Дичь». Начнём с того, что хакерская группировка The Surgeon взломала сервера компании Acer, после чего слила в сеть 60 гигабайт данных о покупателях, клиентах, ритейлерах, дистрибьюторах компании и даже финансовую отчётность. Но самое смешное произошло через неделю, когда хакеры решили выяснить, что из всей этой ситуации извлекла компания Acer. Как оказалось, ничего. Её снова взломали без каких-либо проблем. Вот как Acer дорожит конфиденциальностью своих клиентов. Ну а следующая на очереди Facebook. Думаю, вы со мной согласитесь, что она тоже не создаёт впечатление компании, которой можно доверять. За ней числится такое количество зашкваров, что я вообще не понимаю, как она до сих пор существует. Но Марк Цукерберг передумал просто гениальное решение. Просто переименовать компанию и всё. Причём произойдёт это уже 28 октября. Как именно будет называться Facebook, пока неизвестно. Но ресурс The Verge говорит, что новое имя будет каким-то образом отражать ориентированность на метавселенную. Мало того, ходит слух, будто Facebook хочет повернуть фокус в стиле Google. Теперь соцсеть станет просто одной из множества дочерних компаний. Наряду с Instagram, WhatsApp и Oculus. А наверху иерархии будет своего рода аналог Альфабет. Честно говоря, я пока не до конца представляю, как это может спасти ситуацию. На мой взгляд, Facebook уже ничего не спасёт. Это тот самый случай, когда ремонт попросту невозможен. Там изначально всё делалось через жопу. Поэтому проще всё спалить дотла и начать строительство заново. Ну а теперь настала очередь компании Sony, которая запатентовала систему платного бана других игроков. В числе возможных механик реализации этой идеи описывается даже система аукциона, где пользователи смогут ставить деньги на то, чтобы игрока либо забанили, либо оставили в игре. Конечно, я очень сильно сомневаюсь, что Sony действительно добавит такую систему. Но меня больше смущает сам факт того, что компания в принципе всерьёз рассматривала такую возможность. Ну, на мой взгляд, это какой-то абсурд. Кажется, Samsung потихоньку спускается с небес на землю. Компания признаёт, что с каждым месяцем ей всё сложнее становится конкурировать с китайскими смартфонами. И поэтому настало время перемен. Корейцы намерены постепенно снижать цены смартфонов в линейке Galaxy A. Но делать это планируется не за счёт снижения маржи, а за счёт удешевления составляющих. Например, модель Galaxy A73 получит AMOLED-дисплей не от Samsung. Вместо этого компания планирует закупить более дешёвые панели у китайских поставщиков. Честно говоря, не знаю, насколько это поможет, но... Слава богу, Samsung наконец-то заметили конкуренцию. Правда, есть вероятность, что для жителей России это уже будет не так важно. 19 октября арбитражный суд Москвы запретил Samsung возить, продавать и хранить свои смартфоны на территории всей Российской Федерации. И всё это по причине того, что предустановленная на смартфоны система оплаты Samsung Pay вроде бы нарушает права на использование некоторых разработок швейцарской компании Queen SA. Решение пока не вступило в силу, и у Samsung есть 30 дней на то, чтобы его обжаловать. Но, друзья, я практически не сомневаюсь в том, что история закончится хэппи-эндом, потому что это всего-навсего патентный троллинг. Кто не в курсе, что это такое, можете загуглить. Вот уже несколько выпусков подряд я наглухо игнорирую компанию Huawei. Всё потому, что я не хочу грузить вас нытьём. Всё плохо, санкции душат, процессоры без 5G, ай, продажи падают, ужас! Но, как вы поняли, не в этот раз. Во время недавно прошедшей конференции Huawei было представлено много всего интересного. Например, новые часы Huawei Watch GT 3, младшая версия которых напоминает Galaxy Watch Active 2. Вот, правда, цены просто конские. Для сравнения, даже Galaxy Watch 4 в версии с большим дисплеем стоит дешевле этого недоразумения. Поэтому предлагаю переходить к смартфонам Huawei P50 и Nova 9, которые, как оказалось, всё-таки поступят в продажу в Европе. Правда, произойдёт это в следующем году, когда они уже и нафиг никому не будут нужны. Потому что к тому времени другие производители уже покажут свои новые флагманы. И, наконец, венец конференции – это, конечно же, Harmony OS 3.0, бета-тестирование которой начнётся уже в январе следующего года. Обещают повышение производительности, стабильности, безопасности и прочих стандартных терминов. Но не сказали ни слова про новые функциональные возможности. Я, допустим, жду Harmony OS 2.0 на свой P40 Pro Plus ещё с июля месяца. Но вот никак не могу получить. Но это не отменяет того факта, что я рад за компанию Huawei, то что они не стоят на месте, хотя бы что-то пытаются делать. В общем, не сдаются. Но, с другой стороны, если говорить прямо совсем уже откровенно, вот так как я думаю, мне кажется, что её новинки вообще и нафиг никому не нужны. Возможно, я ошибаюсь. Если это так, напишите об этом в комментах. Понятное дело, что после всей этой истории с Huawei китайским техногигантам стало немного сыгодно. То, что США может в любой момент прибить вообще любую компанию, любой величины. Hold'n BBK тоже понемногу готовится к возможным форс-мажорным обстоятельствам. Говорят, что уже совсем скоро компания Oppo вплотную займётся производством своих собственных флагманских мобильных чипов, выполненных по нормам 3-х нм техпроцесса. Производителем выступит TSMC. Но в качестве далёкой перспективы рассматривается даже возможность развертывания собственных производственных мощностей. Конечно, я не эксперт, но, насколько я понимаю, это частично поможет всему холдингу BBK обрести какую-никакую независимость от США. И даже, в теории, заполучить такого крупного заказчика, как Huawei, в будущем. Чтобы те производили свои фирменные чипы Kirin уже у них на производственных мощностях. Не знаю, насколько быстро это получится осуществить и получится ли вообще, но я искренне желаю холдингу BBK удачи в этих начинаниях. Сначала я хочу прокомментировать следующий бред. Типичный пользователь iPhone 13 решил проявить смекалку и скомпрометировать компанию Apple. Даю вам несколько секунд на то, чтобы вразумить, что здесь вообще только что произошло. Только, друзья, не подумайте, я не сижу в ТикТоке. Просто этот ролик завирусился и сейчас обсуждает весь интернет. В общем, эта тупица думает, что компания Apple всех развела с дополнительными модулями. А вывод она такой сделала после того, как записала видео на основной сенсор. Что я могу сказать? Все было бы не так больно, если бы этот видос не принес в своих зубах мой товарищ и не задал мне вопрос. Это правда? Разумеется, в его руках был iPhone. После этого я подумал, боже, храни всех тиктокеров и владельцев iPhone. С ними у меня всегда будет контент. В прошлом выпуске я вам рассказывал про салфетку за 28 долларов. И на тот момент очередь за ней выстроилась до декабря. Теперь же она растянулась до середины января. И тут есть три варианта. Либо дефицит коснулся и салфеточного бизнеса. Либо в этом мире слишком много дураков. Либо салфетка настолько крутая, что я сейчас сам возьму и оформлю на нее заказ. У меня действительно интересно, что это за магия такая. Причем я не шучу. Вы знали, что оказывается в челке для последних макбуков не нашлось места для сенсора, который обеспечивает работу Face ID? То есть туда втулили Full HD камеру, датчик True Tone, а самую главную фишку, которая, допустим, объясняет моноброй в айфонах, проигнорировали. Аргумент следующий. В таком случае челка была бы еще больше. Плюс ко всему на рынке дефицит всего и вся. Поэтому нет. Держите. Просто вот такой вот новый элемент дизайна. Еще купертиновцы считают, что Touch ID вполне достаточно. Окей, зачем вы тогда его выпилили со своих айфонов и втурили туда Face ID? В общем, очередной странный поступок Apple, который зацепил не только фанатов Apple, но и не фанатов. Ладно, я понимаю, что инфоповоды сегодня говно. Я сделал все, что было в моих силах. Больше я не буду вас насиловать. Переходим к Xiaomi. А у Xiaomi, несмотря на то, что в последнее время они не особо радуют, все хорошо. Среди за смартфонами скоро они начнут выпускать электротачки. И произойдет это в 2024 году. Согласен, не быстро. Но это уже не просто трех, а официальная информация, после которой акции бренда тут же подскочили. Честно, я не до конца уверен, что это хорошая идея. Потому что, на мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом. Но я же не иду снимать обзоры автомобилей, потому что знаю, с этой задачей гораздо лучше справляется академик. И в моих словах есть логика, согласитесь. Но все равно не буду скрывать, мне интересно, что там у них получится. Ради такого события я бы даже полетел прямиком в Китай. Ну, для того, чтобы пощупать их новый продукт в числе первых. Что думаете по этому поводу? Интересно или нет? На днях в сеть попал патент нового смартфона Xiaomi, который получил тот самый дисплей с изгибами с четырех сторон. Ранее все думали, что его получит Mi Mix 4, но этого не произошло. Видимо, завезут какую-то будущую новинку, потому что аппарат на патенте не выглядит как что-то нереальное. Возможно, изменят дизайн тыльной панели, потому что тот вариант, который нарисовали Let's Go Digital, и впрямо выглядит уродливо. Это подчеркнул и один из топ-менеджеров Xiaomi, когда фанаты начали вовсю кричать, что вот он, будущий Xiaomi 12. Исходя из чего, мы точно знаем, как не будет выглядеть флагман. Зато знаем, сколько и какие версии выйдут на рынок, благодаря информатору Digital Chat Station. Кроме этого, он назвал ключевые технические характеристики смартфонов. В конце этого года, или в начале следующего, должны показать Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra. Все они получат флагманский чип от Qualcomm и LTPO-дисплей последнего поколения от Samsung, и 5. Обычная 12-шка и Pro-шка предложат 120-ваттную зарядку по проводу, а вот Ultra, плюс ко всему, может получить 100-ваттную зарядку по беспроводу. Хотя, пока я бы сомнился в таких предположениях, потому что в Китае действуют ограничения на эту технологию. Ну и заявленные емкости батареек перед вашими глазами. О камерах я вам уже рассказывал. Чуть ближе к выходу смартфонов я полностью соберу пазл, так как секретов по технической части, можно сказать, не осталось. Но это еще будет не скоро. Следующим масштабным событием для бренда станет анонс линейки Note 11. И ближе к дате появляется все больше официальной информации. Также стало известно, что вместе со смартфонами представят и новые умные часы Redmi Watch 2. О смартфонах я вам уже детально рассказывал в предыдущем выпуске. С того момента изменилась информация касательно версии Pro Plus. Смартфон стал гораздо круче, чем предполагалось ранее. Всплыли некоторые детали по поводу дизайна и появились цены. Полные технические характеристики всех версий перед вашими глазами. В прошках делают акцент на ультра узких рамках, качественном дисплее и миниатюрном вырезе для фронтальной камеры. Но мне больше хочется поговорить конкретно о версии Pro Plus, потому что за свои 343 доллара он предлагает что-то прям совсем невероятное. Это настоящий флагман, а не аппарат из среднебюджетного сегмента. Ну, судите сами. Мало того, что завезли 108-мегапиксельную камеру, сюда добавляем 120-ваттную зарядку по проводу и процессор Dimensity 1200. Согласитесь, впечатляет. А вот на счет часов инфы не так уже много. Известен дизайн, а-ля в стиле последних Apple Watch, матрица дисплея AMOLED и диагональ 1,6 дюйма. То есть они будут очень большими. А вот об операционке пока ни слова. В общем, 28 октября будет по-настоящему жарко. И лично я с нетерпением жду этого события. Как минимум потому, что часть из этих продуктов вполне может выйти и на глобальный рынок. Пускай даже под другими именами, неважно. Если вы тоже ждете, ставьте палец вверх. Какой-то немного дешевый трюк получился. Извините, можете не ставить. Давайте лучше переходить к дичи. Вот там будет действительно хорошо. Сегодня я отложил для вас две прикольные новости. И я практически уверен в том, что они вам зайдут. Наверное, каждый уже много раз натыкался на дипфейк-видео, где главному персонажу какого-то фильма подставляют чужое лицо или чужой голос. Так вот, один мошенник в Арабских Эмиратах нашел способ ограбить банк с помощью этой технологии. Он просто позвонил в банк и сказал голосом руководителя, что якобы управляющий дал добро перевести 35 миллионов долларов. Типа там у них какая-то крупная сделка. Естественно, управляющий узнал голос своего руководителя и подтвердил сделку. Мне кажется, это было самое легкое ограбление банка за всю историю. А еще, наверняка, многие из вас уже слышали утверждение, якобы, что бы не произошло в нашем мире, это было предсказано в Симпсонах. Так вот, кажется, эта штука вышла из-под контроля. В Британии появилась вполне реальная вакансия аналитик Симпсонов. В задачу работника входит пересмотр и анализ всех серий мультфильма с целью выявления ситуации, которые действительно могут произойти в реальности. И это не шутка. Представляете себе, каждый день какой-то чувак будет приходить на работу, пересматривать серии Симпсонов и делать отчет с подробным анализом в каждой серии. Что вообще происходит? Мне кажется, это уже за гранью здравого смысла. Подумаешь, в Симпсонах предсказали пандемию коронавируса, результаты соревнований, выбора президентов, полет в космос Ричарда Брэнсона, штурм Капитолия. Блин, знаете, а может быть, это не такая уж и бредовая идея. Пишите, что вы думаете по этому поводу, а у меня на сегодня все. Огромное спасибо за просмотр, спасибо за ваши пальцы вверх, подписки на канал, если еще не подписаны, и да прибудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.